В эфире «Якутия-24» обзор главных событий уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Контрабанда в 340 миллионов рублей. В Приморье задержана крупная партия бивнемамонтов. Груз готовили к отправке за границу. Госдума пересмотрела. Планы по повышению МРОД его повысят уже с 1 мая этого года. Перевозка детей на свой страх и риск. Почему родители экономят на безопасности своих детей, разбирались наши корреспонденты. Ярмарка вакансий в Нерингре в поисках специалистов крупной угледобывающей компании «Якутуголь», «Колмар» и «Эльгауголь». И экзамен для мигрантов. Те, кто прибыл на заработки в Якутии, сегодня доказывали свое умение владеть русским языком. Городские службы Мирного устраняют последствия разлива вод. Стало известно, что у ручей весной ежегодное явление. Но в этом году воды больше, а также перемерзла дренажная труба. Поэтому вода хлынула через дорогу. Ранее наш телеканал сообщал, что оттайка грунтовых вод привела к разливу ручей обезымянный. Как сообщает наш собственный корреспондент в Мирном, разлив воды произошел на улице Логовая, которая находится в полукилометре от Рудника Мир. Сотрудники экологического контроля взяли пробу воды на экспертизу. Контрабандная партия бивней мамонта из Якутии задержана в Приморье. По оценке специалистов, общая стоимость ископаемых оценивается в 340 миллионов рублей. Вывоз 4 тонн бивней мамонта остановили сотрудники ФСБ. С таким объемом древних ископаемых они столкнулись впервые. В управлении ФСБ нам сообщили, что якутская фирма-отправитель снабдила бивней всем необходимыми документами. Но, как оказалось, партию товара они оценили в 170 раз дешевле всего в 2 миллиона рублей. Здесь и возникли подозрения. Дополнительная экспертиза показала, бивней является культурной ценностью. Повторные исследования провели сотрудники Дальневосточного управления Министерства культуры России. Ценный груз обнаружили в одном из контейнеров. Его готовили к отправке за границу. Несколько экземпляров, достигающих размеров от 2 до 3,5 метров. Вот они, вот три из них представлены. Здесь могут служить прекрасными образцами. Для любого краеведческого музея нашей страны, России составляет их гордость. Максимальный вес бивней достигает 70 килограммов. Крыша коровника обвалилась в якутском селе Жаркан Нюрбинского Улуса. Обитатели объекта не пострадали. Хатон был построен в 2016 году на средства частного лица с софинансированием из местного бюджета. И имел металлический каркас. Коровник на 100 голов принадлежит частному предпринимателю. Причина обвала пока не установлена. Сейчас часть коров распределили по частным лицам, а основную массу переведут в большой коровник администрации. Долги почти на 2 миллиарда рублей. К началу этого года задолженность предприятий за электроэнергию перед Якутской Энерго составила 1 миллиард 870 миллионов рублей. Основная часть долга приходится на компании жилищно-коммунального хозяйства. Чуть меньше задолженности у промышленных предприятий и населения. К другим темам Госдума сегодня рассмотрела законопроект, который устанавливает минимальный размер оплаты труда на уровне прожиточного минимума. Напомним, что с 1 января минимальную зарплату в Россию увеличили до размера 85% от минимума. Через три месяца оба показателя должны сравняться. Ранее планировалось, что минимальный размер оплаты труда дорастет до уровня прожиточного минимума только к январю 2019 года. Тем временем в Москве законодательные инициативы, которые имеют важное значение для Якутии, обсудили руководитель Республики Егор Борисов и депутат Госдумы Галина Данчикова. Как сообщает Пресс-служба регионального правительства, в настоящее время идет активная совместная работа по внесению множества поправок. В частности, федеральный закон о любительском рыболовстве, обеспечиванию законодательного регулирования добычи мамонтовой фауны и внесению в проект закона о реорганизации Почты России отдельного раздела. Регламентирующего деятельность учреждения в труднодоступных и отдаленных местностях Крайнего Севера. Накануне в Мирненском районе стартовали отчеты органов исполнительной власти Республики. Делегацию, в числе которой представители ряда министерств и ведомств, возглавил председатель правительства Евгений Чекин. Рабочая группа начала визит с приема граждан в райцентре. Подробности в материале нашего собственного корреспондента в Мирном Марианны Кутуковой. Прием граждан в Мирном начался с обсуждения недобросовестных подрядчиков. Валентина Григорьевна пожаловалась на некачественный ремонт общежития. Он был проведен компанией «Стройгрупп» в августе прошлого года. Глава города пообещал устранить проблему этой весной. Мы недовольны, поэтому нам пришлось выйти на правительство и принимать решения с главами администрации, с правительством. Потому что мы живем сейчас в плохих условиях в плане того, что у нас нет тепла. Полы у нас холодные. Создание инфраструктуры на земельных участках многодетных семей также обсудили во время приема. Актуальный в республике вопрос задали и на отчете, на что председатель правительства предложил два альтернативных варианта решения проблемы. Мы разработали законопроект, который в ближайшее время будет, надеюсь, рассматриваться государственным собранием Милтумен. По возможности замены поддержки в виде предоставления земельного участка получением материнского капитала в двойном размере. И второй вопрос, который, соответственно, может быть альтернативным решением, это посмотреть, не будет ли быстрее и выгоднее построить многоквартирное, благоустроенное жилье. Все вопросы из зала членам правительства были заданы в письменной форме. Всего поступило более 40 вопросов. Мирненцев интересовали высокие цены на бензин, качество медицинского обслуживания, строительство моста через Малую Батуобию, будущее совхоза новой, занятость населения и многое другое. Вопрос у меня состоял, он касался всей нашей республики. У нашей республики есть суверенитет, и очень бы хотелось, чтобы наше правительство внесло поправки в закон, чтобы разрешили людям обращаться по трудовым спорам анонимно. Сегодня делегация в правительство, разделившись на три группы, отправилась в село Сюльдюкар, Тасюрях и поселок Айхал. Завтра отчет заслушают в Чернышевском, Светлом, городе Удачный, поселке Алмазный и в селе Орылах. Итоговое совещание органов исполнительной власти запланировано в пятницу. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный. У всех российских гостиниц появятся звезды. Аналогичную сертификацию также будут проходить пляжи и горнолыжные курорты. Такой закон подписал президент страны Владимир Путин. Документ вступает в силу в январе 2019 года. С июля того же года обязательной классификации подвергнутся гостинице, имеющей более 50 номеров. С января 2020 года более 15 номеров. Обязательная классификация для всех категорий начнется с января 2021 года. Аудит будут проводить специально аккредитованные организации. Крупнейшие горнодобывающие компании России «Алрос» и «Норильский никель» вместе с золотодобытчиками «Гинрос» и «Полиметалл» попросили правительство дать возможность ведущим компаниям вести первичную разведку запасов в регионах без лицензий. В настоящее время право вести разведку без лицензии имеется только у государственной Росгеологии. Мир природы выступает против инициативы компании, опасаясь, что разрешительный механизм, особенно в случае распространения его на нефтегазовый сектор, приведет к монополизации разведки крупными компаниями. Ежемесячная ярмарка вакансий прошла вчера в Центре занятости населения Нерингри. Работу на ней предлагали крупные предприятия, такие как Якутуголь, Эльгауголь, Колмар и компания Сайсары. Работодателями было предоставлено 160 вакансий. По результатам собеседования 42 гражданина получили направление на трудоустройство. Андрей Иванов пришел на ярмарку в поисках работы механика по автомобильному транспорту. Для поиска работы такую форму он считает более удобной и эффективной. У Эльгауголь мне нравится тем, что вахтовый метод, у них и заработная плата, соответственно, нормальная порядочная. Ну и Колмар, развивающее предприятие, там тоже есть перспектива поработать. Всего несколько часов приема граждан сотрудниками по персоналу предприятий в Центре труда и занятости населения могут решить проблему кадрового голода работодателей. Один из них, группа компании Колмар, в целях реализации политики привлечения местных кадров заявляет, что в перспективе штат будет увеличен до 8 тысяч человек. Всегда востребованы автогридеристы, водители самосвалов БелАЗ, слесари, электрослесари, газоэлектросварщики, водители грузовых самосвалов. У нас достаточно большой парк самосвалов КАМАЗ. Двери компании Колмар всегда открыты для жителей нашей республики. Мы ждем, поэтому просим обращаться в отдел по подбору и развитию персонала группы компании, который работает ежедневно. 2018 год в республике объявлен годом содействия занятости населения. В связи с этим Нерингринский центр занятости населения с администрацией района разработали совместный план работы на год. Сегодня на учете в центре занятости официально зарегистрированы 349 граждан. Из них 55% это составляют женщины, 30% молодежь до 30 лет. За годы работы центра занятости населения в Нерингре его услугами воспользовались тысячи и тысячи граждан. А в связи с новыми экономическими условиями становится ясно, что его услуги будут даже более востребованы, чем ранее. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, город Нерингре. Сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее. Городская среда. Жители выбирают проекты, чтобы облагородить крупные города Якутии. Перевозка детей на свой страх и риск. Почему родители экономят на безопасности своих детей, разбирались наши корреспонденты. День зимних видов спорта, хоккей, шартрек и керлинг. Как жители Якутска встречают праздник, учрежденный в стране. Мы продолжаем наш выпуск. Еще вчера в нашем эфире мы говорили о возгорании автобуса, в котором ехали дети. И уже сегодня вновь задержан очередной нелегальный перевозчик по трассе Вилюй. Почему водители и родители рискуют безопасностью детей, разбирался Петр Говоров. Очередное нарушение и снова на трассе Вилюй. На 182-м километре инспекторами ДПС для проверки документов была остановлена автомашина «Форд Транзит». В салоне микроавтобуса помимо водителя находились 3 тренера и 12 школьников в возрасте от 10 до 15 лет, которые ехали на соревнования из Вилюйска в Якутск. Вчера, уже 6-го числа, опять выявлен факт нарушения правил перевозки групп детей. В горном районе была остановлена автомашина, автобус, микроавтобус «Мерседес», который также перевозил 12 учеников на соревнования в город Якутск. При проверке опять же было установлено, что переводится с нарушением установленных правил. Воспользовались услугами перевозчика, который имеет все разрешающие документы. Но, тем не менее, мы обращаем еще внимание, что перевозка 8 детей и более должна осуществляться на специализированном транспорте. Что касается возгорания автобуса, произошедшего также на автодороге Вилюй, то сейчас по этому делу ведется проверка. В настоящий момент проводится проверка в порядке ст. 144-145 Уголовно-процессуального кодекса РФ по части 1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ, то есть оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Напомним, инцидент случился возле села Кутана Сунтарского Улуса. Микроавтобус возвращался из Якутска. В нем находилось 10 старшеклассников. К счастью, никто не пострадал. В связи с нашими погодными условиями водители сами принимают решение, утепляют свои транспортные средства. И, возможно, где-то это предположение сейчас разбирается там в следственный комитет. Насколько я знаю, проверка проводится по ст. 238 «Оказание услуг не соответствующих требованиям безопасности». Будет следствием установлена причина возгорания и, соответственно, принято процессуальное решение по этому факту. В данном конкретном случае плохо вообще организован этот маршрут тем, кто являлся представителем этих детей. Какая это была группа, организованная, неорганизованная группа. Как показывает практика, на безопасности детей экономят не только водители, но и их родители. Самое главное, почему родители не были заинтересованы в безопасной перевозке своих детей. Ведь они главные, скажем так, заинтересованные лица и с точки зрения общечеловеческих норм и законов, но также с точки зрения закона. Надо помнить о том, что все требования к перевозке юных пассажиров обусловлены в первую очередь заботой об их безопасности. Петр Говоров, Илья Сыромятников, Якутск. Общественная палата республики запустила проект «Дискуссионный клуб. Что не так?». Первое заседание клуба посвятили теме жестокого обращения с детьми. Участники затронули актуальные вопросы в рамках профилактической работы с семьями по предотвращению жестокого обращения с детьми. Также отметили, что следует привлечь волонтеров в решение проблемы и предусмотреть образовательную программу для будущих педагогов. Кроме того, рассмотрели вопросы участия органов местного самоуправления и общественности в решении социальных проблем. Что нас радует, меня, как конкретно уполномоченного по правам ребенка, то, что у нас жестокое отношение к ребенку снизилось конкретно на 30%. Случаи жестокого обращения. Но это то, что у нас на виду. Но он имеет латентный характер, то есть скрытый характер. И поэтому мы должны воспитывать родительское сообщество к любви к своему ребенку. В Якутске проходит сбор предложений от горожан по благоустройству общественных пространств. Завершающий этап продлится до 9 февраля. Горожанам предлагают заполнить специальную анкету и выбрать одну из нескольких территорий, где можно обновить скверы и площади в столице. А также провести их реконструкцию, модернизацию или построить новые. Чтобы поддержать проект благоустройства города, сегодня с кафедры архитектуры и инженерно-технического института стартовал флешмоб, целью которого является сбор подписей на строительство новых объектов. Вкус российских регионов теперь можно попробовать в Москве. В столице страны стартовала 25-я ежегодная выставка продуктов питания «Продэкспо». О том, кто на выставке представляет Якутию, рассказывает наш СОПКОР Наталья Сазонова. Выставка «Продэкспо» прочно закрепилась в деловом календаре специалистов продовольственного рынка и играет стратегическую роль в формировании и развитии сектора российской экономики. Сегодня здесь представлено более 1650 российских производителей и поставщиков из всех регионов России, в том числе и Республики Саха-Якутия. Мы представляем нашу республику. И на этой выставке мы единственные участники из Якутии. Хотели, конечно, предложить, показать наш ассортиментный перечень продукции. Нам удалось сохранить технологию переработки, классическую технологию переработки рыбы, то есть та, которая была, так скажем, разработана еще предками. И мы ничего практически не изменили. Есть новые сейчас разработки, наши технологии активно работают, но в основном это классическая переработка. То есть это классический посол, без инъектирования. Это классическое дымовое копчение на наших опилках тольниковых, и поэтому наша дикая рыбка приобретает такой неповторимый вкус и букет. Отметим, что наши земляки, представляя экологически чистую продукцию, внесли в оформление витрин национальный колорит, что, конечно же, привлекает внимание. В этом году мы предложили новую линейку, то есть это пресервы банки «Твист», это стекло, мы думаем, что найдем здесь своего, то есть покупателя. Конечно, год сложный, кризис сказался на продажах и сказался на нашем покупательском спросе республики, поэтому мы понимаем, что готовую продукцию мы должны продвигать в центральную Россию. Поэтому с этой целью мы приехали и надеемся очень найти своих оптовых покупателей. Продукции компании «Скиф» несомненно пользуются на выставке большим интересом. Здесь заключаются соглашения о сотрудничестве, о поставках в те или иные регионы. Планов очень много, очень-очень много интересных задумок. Мы теперь в этом году являемся еще и добытчиками рыбы, поэтому у нас полный цикл. Компания очень активная, очень прогрессивно растущая. У нас не продажа. Вот чем характерна данная выставка, что здесь проводится только дегустация и знакомство. То есть это знакомство с клиентами, поэтому это очень удобно. Это именно интеллектуальная выставка, то есть где мы работаем, где мы показываем именно свой товар. Сначала товар въедет глазами, потом дегустируем, и потом уже тогда завязываются деловые отношения. Это выставка, которая вот именно работает с сетями, с крупными оптовиками, то есть это для продвижения нашего бренда, нашего товара. Мы очень надеемся, что данная выставка даст свой положительный эффект. Выставка будет работать в течение недели. Впереди у участников большая деловая программа, которая даст возможность обсудить актуальные проблемы отрасли. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК САХА, Москва. При историко-краеведческом музее Ленске уже 7 лет работает мастерская Пороскева. В ней женщина разного возраста, занимает лоскутным шитьем, изучением и изготовлением традиционных кукол. Собирается мастериться один раз в неделю. Наша съемочная группа провела этот день вместе с ними. Рейса Громова занимается в мастерской Пороскева уже более 9 лет. Рейса Николаевна мастер на все руки. Она и вяжет, и шьет, плетет макраме, стремится охватить как можно больше направлений. Научилась ткачеству, мне нравится ткачество. Лоскутным занялась, хотелось все охватить. Времени не хватает, рук не хватает, как говорят. Хочу все, бисером занималась, потом кружевом занималась. Мне все это нравится. Елена Платонова, руководитель мастерской Пороскева, открыла мастерскую в 2010 году. Интерес к народному творчеству у Елены появился в детстве. И неудивительно, когда на глазах девочки мама и бабушка ткали, вязали, вышивали, украшали дом своими работами. Да, я продолжаю дело семейное. Но для них это было естественной потребностью. То есть бабушка вышивала картины, наволочки. Мама тоже делала что-то для дома. То есть всегда это была главная задача, украсить свой дом. Для Елены семейное дело вышло на новый уровень. Шить, вышивать и плести макраме, конечно, она умела с детства. А вот направление посложнее, как ткачество, начала осваивать уже в институте. После чего продолжила мастерскую Пороскева в Нижнем Новгороде. Теперь Елена осваивает новые направления, но уже в своей мастерской. Вместе с этим она передает свои знания и умения другим, таким же заинтересованным этим видом творчества, женщинам. Работает мастерская по нескольким направлениям. Это старинные женские ремесла, лоскутное шитье, ткачество. Также женщины занимаются изготовлением тряпичных кукол. Сейчас мы занимаемся ткачеством. До этого мы активно занимались лоскутным шитьем. Еще раньше мы куклами. То есть мы чередуем блоки, потому что и у мастериц тоже бывают интересы. Кто-то больше куклой хочет заниматься, кто-то лоскутным шитьем, чтобы и тем было интересно, и этим. Сегодня рукодельницы решили попробовать ткачество на дощечках. С их помощью можно ткать пояса с узорами и текстами. Первую работу мы уже увидели и оценили. Это по-русски означает «то духовно богатый, тот несметно богатый». Буквально на днях работы рукодельницы мастерской Парасхева можно будет увидеть на районной выставке мастеров. Какие это будут работы, Елена пока оставила в секрете. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Иностранные граждане в Якутии сдают экзамены по русскому языку. С какими успехами в нашем следующем материале? Марина Сокол родилась в Якутии. Когда она была ребенком, ее семья переехала в Украину. Тогда переезд прошел легко. Две страны были одним государством. В Якутске Марина Ивановна вернулась в 2012 году. А через два года перевезла и детей, и дочку, и двоих внуков. То, что она родилась в Якутской тогда еще Советской Республике, сегодня значения не имеет. И так же, как и другим иностранцам, надо пройти всю процедуру, чтобы получить гражданство современной России. Для меня это надежда на будущее. Потому что это упрощенная программа является. Носитель русского языка. Это идет, минуя РВП на ВНЖ. И в дальнейшем ускоряет получение российского паспорта. Сегодня прошел очередной экзамен для тех, кому Россия стала вторым домом. Желающие получить российское гражданство в добровольном порядке, сдают экзамены по русскому языку. Это порядка 15 человек. Мы сейчас присутствуем здесь, чтобы сдать экзамен на русского языка и получить российское гражданство, чтобы на дальнейшем жить в России и работать. Экзамен состоит из двух частей. Первая часть практическая в виде теста, вторая устная в форме традиционного экзамена. Мы в коде опроса выясняем, как кандидаты владеют русским языком. То есть, они могут ли на бытовом уровне в повседневной жизни общаться на русском языке. И уже по заключению комиссии эти лица признаются, либо не признаются носителями русского языка. Как говорят сами мигранты, задания несложные. По крайней мере, для тех, кто языком владеет. Я русский язык учил и постоянно о нем разговаривал, учился. Так что несложно. В принципе, поздравить маму с днем рождения, потом аудиозапись и пересказать ее. В Якутии указ президента страны по реализации миграционной политики в целях упрощения выдачи российского гражданства работает в полном объеме. Здесь привлечены не только сотрудники МВД, но и Министерство по развитию институтов гражданского общества Республики Саха-Якутия. Вместе с Центром обучения изучения русского языка Северо-Восточного федерального университета мы проводим регулярные мероприятия, которые направлены к тому, чтобы побудить мигранта лучше знать русский язык, изучать его. И также проводятся контрольные мероприятия. Также мы работаем по выездной программе. Это непосредственно в районах республики создаются такие условия. С каждым годом процедура получения российского гражданства обновляется и совершенствуется. С сентября прошлого года каждый иностранец перед получением российского паспорта приносит присягу на верность стране. Что ожидает в будущем, покажет время. А пока нужно учить русский язык. Дмитрий Тымыров, Василий Слепцов, Якутск. Сегодня Всероссийский праздник – День зимних видов спорта. Этот день посвящается 22-м зимним Олимпийским играм в Сочи. Подробности в материале Нергуяна Егоровой. Арина Рязанова 4 года назад после ошеломительных побед Виктора Анна на Олимпийском катке в Сочи открыла для себя новый вид спорта – шорт-трек. Узнав об открытии секции в Якутске, сразу записалась. Сейчас Арина уже имеет опыт. Выступление на Дальнем Востоке выполнила второй спортивный разряд. Будет особая дисциплина. Нас не будут расслаблять. Нас будут напряженные тренировки всегда. Сегодня секцию шорт-трека посещают более 40 детей. Здесь важны скорость, ловкость и быстрое мышление. На Дальнем Востоке в эстафете наши ребята заняли вторые и третьи места. Также большой толчок успехам дали сборы в Китае. После этого у нас уже второй год мы выезжаем в дальневосточную зону, пятую оригинальную, которая проводится каждый год для детей. Зимние виды спорта в Якутии, несмотря на отдаленность региона, успешно развиваются. Большой стимул – это зимняя спартакиада республики, которая состоится в 2020 году в Алдане и Неринге. Это четвертые по счету игры. По лыжным гонкам, например, сейчас республика Саха-Якутия – это первый номер Дальнего Востока уже. Поэтому по каждому виду спорта есть улучшение спортивных результатов. Первые международные спортивные зимние игры «Детя Азии» пройдут в следующем году в Южно-Сахалинске. Заинтересованность проявила 21 страна. Включено 8 видов спорта. На данный момент подготовка к играм входит в завершающий круг. Были учреждены зимние игры, и начинаем мы его с Дальнего Востока. И я надеюсь, что в скором будущем республика Саха-Якутия также создаст ту инфраструктуру для того, чтобы проводить зимние игры. В единственном ледовом дворце столицы, теперь уже на базе республиканской школы хоккея, на каток, в буквальном смысле не пробиться. За 5 минут до конца тренировок на краю бортика собирается следующая группа. Здесь счет времени идет уже не на минуты, а на секунды. Время. 7 февраля – это день зимних видов спорта. В этот день я родился, и мне сегодня 8 лет. И я очень люблю заниматься спортом. Здесь очень хорошо и весело. Тренировки хорошие. Первые результаты молодых спортсменов увидим в следующем году на играх «Дети Азии». Ну а с 9 февраля будем следить за ходом Олимпийских игр. Первые спортсмены из России уже прибыли в Пхенчхан. Несмотря на полный запрет российской символики на территории проведения игр Олимпийским комитетом, хозяева развернули триколор прямо в аэропорту. Юргена Егорова, Василий Слепцов, Якутск. В эфире «Якутя-24» мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами, удачи вам. Меня зовут Аркадий Егорович Едукин. Мне 52 года. Всю жизнь я проработал в медицине. Я рад тому, что моя деятельность направлена на благо земляков. Я люблю Якутию. Меня зовут Никита Кузинцов. Я финалист в середине.